всем привет в очередной раз представляю к просмотру свой небольшой ролик поездки с друзьями на лодках республику алтай на рейке катун и большая суммульта фаршлайбе удачи в бою фаршлайбе всем привет у нас сибири лето очень короткое поэтому в этот солнечный день 21 июня мы едем на рыбалку едем в республику горный алтай планах посетить реку большая суммульта катун едем на двух лодках фрегат знаменитое место остыла на месте республику на алтае сделали очень качественные дороги на мой взгляд самые лучшие дороги в сибири именно здесь новый ровный асфальт проложили практически до самой монголии за исключением лишь некоторых участков дороги сейчас будем прицеплять твоей машине мишу лодку с прицепом по машин рукой это михаил с горно-алтайска в описании будет ссылка на его канал youtube подписывайтесь как я куда прицепить это гоночный шлем прямо на дороге договорились встретиться с нашими товарищами из кемеровской области вот стоим здесь и ждем их это костя город междуреченск едет матросом в одной из лодок фрегат серега миша ну и сам водонетный барс владимир город междуреченск очень приятно это я оператор постановщик и сам себе режиссер осталось ехать совсем немного дон гибаю наслаждаемся красотой алтая просто нереально красивое поле цветы огонек лучше речку не поеду все снято снято здесь остаешься тайский вариант крепления водозаборника транспортировки по пути водометчики смотрят лодки друг друга что и как у кого сделано и общаемся на интересующиеся на схемы а я в этот раз еду матросом так как моя лодка перевернулась в прошлой поездке на реку бельсу и временно выбыл из строя буквально недельки на две вот в правом верхнем углу ссылка на видео с моим переворотом поворот на путинскую дачу называемая путинская так называем это ребята дорога пусть и реки урсу также эта дорога ведет к даче под названием алтайское подворье происходит обмен опытом серёг я думаю соорудить вот сюда поддон вот сюда вот защитный подумал чтобы ты стукался но как мы же стукаемся вот эти места мы ломаем правильно а вот туда вот какой-то я не знаю как но я буду думать вот какой-то вот такой жесткий поддон вот так вывод чтобы если уж на камень садится так не на заслон курится на поддон знают из чего надо делать там все сломает ну с чего-сего но чего-то с чего-то более прочного чем заслонка реверса а заслонка реверса она ты знаешь довольно нежная конструкция она знаешь подводила мы на кижихеме с денисом звеном сажим я горюй ты куда прешь он болотя у меня со сломку реверса заклинило помоги вы толка меня на скалы я говорю у меня тоже и мы на виталию смотрим он там один нас толкал толкал он вот так вот судары затолкает и я вот понимаешь это все следствие ударов вот эти поэтому вы чего из титана или за этого и банантия да ты знаешь пусть серёж заходит так ты знаешь хоть и железо чернухи лишь бы она работала понимает потому что ты едешь ты на на терпит 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 заслуга но заслужил в итоге она ломается и кстати вот это расстояние вот у миши правильная смотри вот это опять миллиметров 45 миллиметров вот это смотреть за очень важно вот это вот 45 миллиметров у меня у меня у меня 10 мили вот смотри вот у него 4 миллиметра у меня здесь я заморочу на эту тему я уже понял догадываюсь как это сделать спускаемся пусть у реки урсул пуск здесь очень непростой мало спуститься так еще нужно потом и подняться вверх осложняет все это наличие тяжелого прицепа с лодкой сзади машины часто дорога осыпается после дождя такие вовсе тяжело подняться с лодкой по машине вверх обратите внимание какая мутная река коту и светлая река урсул впадает не скидываем лодки с прицепов и готовимся к отплытию автомобили оставляем прямо на берегу реки под присмотром местных алтайских рыбаков сверху капот морского ската напоминает слушай ну очень внушительно смотрится мотор прямо ой-ой-ой надеюсь что и также идем на двух одинаковых лодках фрегат 1 под мотором ямаха 90 вторая же под мотором ямаха 115 лошадиных сил лодки имеют глубокие доработки в отличие от штатной комплектации присутствует бронь усиление транса в общем все лодки тут непростые а вот тут для него показывать нам свое ноу-хау где-то в америке приобрел бензомойку фонда и без электричества моет прям на берегу реки свою лодочку мойка имеет всасывающий насос вода берется прям из реки я моя вот это сила дур машина главного лодку не повредим и говорит река большая сумульта находится в трех километрах ниже по реке катунь планах у нас пройти до упора вверх это километров 15-17 до притока река болтерган ямаха 115 четыре цилиндра на нем установлена водометная насадка высокой производительности большой серии масса мотора насколько я помню примерно 160 килограмм данная лодка разгоняется по течению вниз до 70 километров в час и имеет очень высокую грузоподъемность под этим мотором по реке катунь катаются туристы которые приехали отдыхать на алтайское подворье еще его называют местные дача путина хотя точно чья дача даже не знают и местные ямаха 90 практически не уступает 115 сильному мотору идет в нос в нос лодки совершенно одинаковые примерно равная загрузка возможно владимира есть какой-то хитрый тюнинг о котором он пока молчит вечером у костра я конечно все узнаем а большая суммульта горная река большая суммульта вода хоть и высокая но чистая поэтому рыбалка должна быть неплохой очень напористая река большая суммульта много камней поворотов режимов но мы и наши лодки готовы ко всему за этим мы сюда и приехали отдохнуть и получить немного дозу адреналина много расскажу для понимания моторы теряют 30 процентов своей мощности после установки на них водометной насадки и при этом в отличие от винтовых моторов лодки имеют высокую проходимость по милям камням и перекатом то позволяет рыбакам проходить самые верха реки где нет много народу там водится самая крупная рыба подошли к первому порогу воды в реке много поэтому он вполне проходимый подошли к порогу на воде его скоту проскочил не дал заснять у Михаила установлен рулевой редуктор перекладка руля более трех с половиной оборотов я считаю что на такой лодке нужно ставить редуктор 1.7 1.8 а в идеале 0.7 оборотов как стоит у меня лодка более управляемая маневренная потому что на гонных реках очень много камней и просто физически не успеваешь вращать баран и а я видишь что так а а а а а а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очередной каскад мощных сливов со ступенями осложняется все наличие больших камней посредине реки. Тем более мы идем не на легкие, а груженные вещами и бензином. А вот когда мощные моторы уже не справляются, тут остается надеяться только на собственный опыт и умения. Ну и на удачу. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ БОЛОДЯ СПЕРВЕННОМ ЯЗЫКЕ Володя с первого раза не зашел. Сейчас будет заходить на второй круг. А Михаил тут уже не первый раз знает, какой стороной идти, как обходить камни. Поэтому легко проходят пороги вверх. Второй заход. Продолжение следует. Ну вот мы практически на месте, где будет стоять наш лагерь. Осталось всего лишь 2-3 километра до устья реки Болтерган. Там будем ставить палатки, разгружать лодки и рыбачить. Также хочется еще пройти немного вверх до порогов под названием Шумы. Вот мы поднялись до устья реки Болтерган. Здесь у нас будет лагерь. Сейчас ставим палатки. Это стан алтайцев. Они приходят сюда на рыбалку, живут здесь. Шалаш. Укрытие от дождя. Там видимо спят они. Костровище. Внизу находится коптилка холодного копчения. Туда выходит труба. Сколько же их тут. Их просто кишит, парни. Поставили палатки, разгрузили лодки и поехали вверх просмотреть пороги. Нет информации, что вверх на лодках кто-то проходил эти пороги. Плавщики и ходят вниз. Поэтому будем пробовать пройти их вверх. Не забываем про безопасность. Пилоты одевают каски, надувают спас-жилеты. Одна лодка стоит на подстраховке снизу, вторая идет в порог, а потом наоборот. Одна страхует сверху, а вторая идет снизу. Также с берега страхуем с помощью парковки. Первым в порог пошел Владимир, город Междуреченск. Отчаянный дядька. За его спиной много пройденных рек, порогов, сливов. Много первопроходов у него. В общем смелости ему не занимать. Очень опытный водометчик. Я считаю самый опытный. Вторым идет опытный водометчик Алтая, Михаил. Он также прошел очень много порогов в своей родной республике. И на этой речке он не впервой, но этот порог они не ходили до этой поездки. А мы идем вверх на следующих порогах. Выше по реке есть пороги под названием Шумы, по которым сплавщики сплавляются вниз на катамаранах и каяках. Хотелось бы и увидеть их, конечно же, пройти. Но это будет точно нелегко. И вот в данном месте Володю подводят именно та заслонка реверса, про которую он так рассказывал немного ранее. Мотор ударяется о камень, и заслонку заклинивает в положение реверса без возможности переключения вперед. А позади лодки мощные сливы и камни. Поэтому нужно немедленно спасать его. А на этом первая часть заканчивается. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте палец вверх, если понравилось. Обязательно пишите комментарии. Буду рад ответить на все вопросы. Скоро выйдет новая часть.